Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу рассказать вам о своих покупках. Я купила вот такую коробочку для хранения бисера. Она защелкивается с двух сторон, что очень удобно. И в ней теперь находится весь мой бисер, который у меня есть. Это бисер чешский. Китайский бисер я не стала сюда ложить, так как я им пока не пользуюсь. Здесь в основном лежит уже подготовленный бисер для моей картины Нина Тюрморта. Еще у меня появились два таких замечательных контейнера для бисера. Их я обязательно буду использовать, не знаю пока как, то ли для хранения бисера или для вышивки работы. Также я купила немного муленега. Это для двух работ. Здесь нитки для работы, которая будет выполняться методом парковки. Это открытка домик. И еще для одной работы, но об этом я расскажу вам в следующем видео. Вот такие две иконы мне пришли. Я заказывала через интернет, через совместные покупки. Это Святой Николай Чудотворец и Божия Матери достойно есть. Это фирма Новая Слобода. Мне вообще очень нравится. Какие у них схемы. Сама ткань мне очень нравится. По качеству очень приятно и легко на ней вышивать. Я думаю, получится замечательно. Если подобрать особенно бисер. эти иконы будут вышиваться в подарок моим родственникам. Надеюсь, им они очень понравятся. Вот такая еще красота мне пришла от фирмы Матрёнин Пассат. Очень нежный дизайн. такой нежный легкий котенок с удовольствием. Я думаю, получится тоже просто очень здорово. Это шелк. Ни разу еще не вышивала на шелке. Посмотрим, что получится. Честно говоря, очень переживаю, что получится не так, как мне хочется. Еще пока открывала пакетик, оказалось, что сама ткань к пакету изнутри приклеена. И вот осталась линия, к которой она была приклеена. Так что теперь она уже не клейкая. И обратно ее туда не вставишь также. Вот такая схемка мне еще пришла. Это тоже фирма Матрёнин Пассат. Также на шелке. Честно говоря, я немного разочаровалась этой картиной. Я думала, она будет ярче. Но, наверное, смотря какой бисер подобрать, да, к ней. Если бисер будет ярко играть, то и, в принципе, картина будет замечательно выглядеть. Мы посмотрим, когда я до нее доберусь, что из нее получится. Цветов здесь, кстати, довольно много. И сама картина будет 37 на 49. В принципе, довольно большая такая картина. Еще вот такой набор я заказала из ювелирного бисера. Это набор я подарю моей сестре. И сейчас я вам покажу, что в нем лежит. В наборе схема для вышивания на бумаге. С другой стороны здесь написано, как вышивать. Показано даже на картинках. Схема, в принципе, я не знаю зачем. Потому что на самой ткани все написано, какой цвет, куда. Схема очень мелкая. Очень мелкий рисунок, так как бисер очень мелкий ювелирный. И ткань, кстати сказать, я не знаю, что это за ткань. Это не шелк, это не конва. Это такая обычная белая тряпочка. И с нанесенным рисунком. Это где рисунок прямо такой гладко-гладко все. Вот бисер, который прилагается в наборе. Здесь 11 цветов. И бисер очень мелкий. Вы знаете, я его могу сравнить с маковым зернышком. В сравнении с бисером 10. Вот. Насколько мелкий бисер. Ну раза в 4 точно мельче, чем номер 10. И еще в наборе две иголочки. Тонюсенькие-тонюсенькие. Тоньше, чем бисерные иглы. Не знаю, мне кажется, они хрупкие такие. Ну посмотрим, как наша стрелка будет вышивать. Надеюсь, у нее все получится. Еще у меня теперь есть такая лупа. Меня пожалела моя мама, пожалела мои глазки и купила мне свою серьезную лупу. Она ставится на стол. Вот тут у нее подставочка. Здесь все эти части регулируются, крутятся, вертятся, в какую сторону нужно, как высоко, как низко. Все это регулируется. И еще лупа с подсветкой. Сейчас включу. Вот так. В общем, я довольна, как слон. Я сейчас выключу свет и покажу, как подсветка светит. В принципе, слабенько, конечно, но посмотрим, как будет она в работе себя вести. Будет ли выполнять свои функции. Ну, я не ожидала, правда, честно, такого подарка. И очень довольна. Спасибо маме. Также теперь у меня есть огромный кусок канвы номер 16. Тоже спасибо маме. Купила мне эту красоту. И вот не знаю, на сколько работы хватит. Я думаю, на много, потому что здесь очень большой кусок. Здесь 60 сантиметров на полтора метра. Это отрез. И к нему, по-моему, идут иголки 26 номера, да, если не ошибаюсь. Еще мне досталась вот такая вот рамочка из металлопрофиля. Это пластиковые уголки, а сами стороны это из металла. Вот такая с другой стороны. И детенки, пожалуйста, посоветуйте мне, как ее можно приспособить для вышивки. Как рамку для готовой работы я ее использовать не буду. Я подумала, что, может, можно что-то сделать, чтобы натягивать на эту рамку канву и вышивать. Но пока я не знаю, как. То ли сюда пришить ткань и пришивать к этой ткани уже канву, то ли что-то еще придумать. Очень хочется послушать ваше мнение и советы. Может, у кого-то были подобные рамки, и кто-то как-то выходил из положения. Вот и все мои подарки и покупки. Спасибо большое вам за внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, напишите мне, и я буду снимать для вас подобное видео и дальше. Спасибо большое за просмотр. Всем удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok